Дорогие зрители! Сегодня мы берем интервью у главы семьи, хранителей ключа от замка, которым закрываются ворота храма Грубо Господь. Господин Адиб Аль-Хусейни любезно согласился дать нам интервью и в этом кратком интервью рассказать о своей семье, рассказать об истории, когда волею судьбы было вручено им этот ключ. Ключ достаточно древний и за те столетия, с того момента и с того дня, как это произошло, именно семья господина Адиба Грубо Господи Аль-Хусейни отвечает за этот ключ. При этом я хочу обратить ваше внимание, что это ключ от замка, которым закрываются ворота. Не от ворот, а от замка, которым замыкаются ворота. Ворота же, однако, открываются только монахами, которые находятся внутри храма. И эти монахи каждый вечер меняются, каждый утром меняются. Это греко-православная церковь, армянская апостольская церковь и монахи францисканского ордена, католическая церковь. Рядом со мной находится господин Хусейни, семья которого является уже много столетий хранителем этого ключа. Добро пожаловать в Иерусалим. Меня зовут Адиб Джудех Аль-Хусейни. Мне 55 лет. Я родился и всю жизнь живу в Иерусалиме. Мы мусульмане, и моя мусульманская семья Аль-Хусейни являются хранителями ключа от замка. Получили мы это ответственность за ключ в 1187 году от знаменитого халифа Салах Эд-Дина. Представляем большую семью, уполномоченные отвечать за хранение ключей от замка, которым закрываются на ночь главные ворота храма. А также у нас хранится одна из печатей для удостоверения опечатывания кувуклия перед творчествами Святого Огня на православный праздник Пасхи. Вы видите, сейчас этот оригинальный ключ. Ключ передается в нашей семье от отца к сыну. Мне перешел ключ в 1992 году, когда умер мой отец. Затем уже я передам этот ключ своим сыновьям. У меня три сына. Один из них получит ключ и станет следующим хранителем. Наша обязанность прийти к храму каждый день к 7 утра. Если я заболел или нахожусь в другой стране, то один из моих сыновей исполняет эту почетную работу. Я хочу задать еще один вопрос. В силу своих обязанностей господин Хусейли встречался с различными лидерами. Проньба поделиться интересными ситуациями и общением с ним. Я выполняю параллельно пять видов обязанностей. Мне довело встречаться с разными президентами. Например, с Путиным, с Дональдом Трампом, Медведевым, принцами Чарльз и Вильям и многими другими важными персонами, которые здесь были. Я чуть позже покажу вам сувенир от них. Когда мы принимали президента Трампа, то мой сын показал ему вот этот ключ. А мистер Трамп посмотрел и положил его в свой карман. И пошел дальше. Однако нам, конечно, пришлось у него забрать. Всю мы благодарим миссия. Синьи за рассказы, интервью. Его семья является символом всех, так сказать, объединений наций, мирного существования религии. У нас хорошее отношение с представителями всех религий. Мы все братья, и мы живем здесь вместе. Приглашаю вас войти в храм. Там у меня хранятся некоторые сувениры. Я их покажу вам, и хочу вам что-то от себя лично подарить. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...